Здравствуйте! Крупное гастрономическое событие состоится в Хабаровске. Международный форум пройдет с 25 по 27 сентября. Что там будет происходить, какие гуру поварского искусства и ресторанного бизнеса приедут, чему будут учить, а также чем смогут полакомиться участники. Гостью форума расскажет председатель Краевой ассоциации рестораторов Андрей Веретенников. Андрей, рада вас приветствовать. Что за форум? Впервые ли он пройдет у нас? А главное, зачем? Называется он Международный гастрономический форум. Это инициатива нашего Краевого комитета потребительского рынка. Вообще они его проводили раз в два года. Но очень приятно, что в этом году правительство именно пригласило ассоциации, пригласило предпринимателей для того, чтобы они рассказали, что будет интересно им и что будет интересно всем нашим гостям нашего региона и жителям, соответственно. И какая программа планируется? Ну, все очень круто на самом деле. В течение трех дней очень пройдет все динамично. Основой является все-таки конкурс «Шеф Аля Рус». Это серьезный такой российский конкурс, где будут принимать около 10 команд с Хабаровского края. Планируется участие иностранцев. Это Азия, Китай, Корея, Япония. Монголия заявилась. У нас есть коллеги. Мы помогали создавать такие ассоциации, как Бурятская ассоциация гостеприимства, ассоциация рестораторов-ательеров Якутии. То есть вот все ребята заявились. Всех ждем. Какие еще будут почетные члены жюри, важные гости? Здравствуйте. Два самых таких серьезных для нас и качественных гостей, которые могут передать свой опыт на территорию Хабаровского края. Это президент Федерации рестораторов-ательеров, это Игорь Бухаров. По совместительству муж Ларисы Гузеевой. Да, конечно, мы об этом не забываем. Но самое главное, что он был основоположником нашей современной индустрии гостеприимства. Почему говорю современной? Потому что, к сожалению, все это началось буквально где-то с 2003-2004 года, потому что до этого были проблемы 90-х, потом проблемы 80-х и так далее, и так далее. И этот человек сделал очень многое. Наверное, поэтому он, собственно, и возглавляет наше общее дело во всей России. Второй человек – это, конечно, господин Беляев, который возглавляет ассоциацию кулинаров России. И, собственно, он и будет контролировать, он будет главным судьей, шеф Ларус. Мы надеемся, что, как говорится, победит сильнейший. И потом мы его отправим в Москву уже на российский конкурс. И будем надеяться, что там тоже получим какие-то великие награды. То есть это некоторый предварительный этап? Да, конечно. Потому что в этом году будет максимально креативно. Очень серьезная команда, команда профессионалов, которая участвует уже в последних наших всех мероприятиях. Помните, это и наша ярмарка, наша Б-27, и самое главное мероприятие, которое было в середине, это та самая Уха. Многие, кстати, оттуда, шеф-поваров и кулинаров, будут участвовать в этом конкурсе. И комитет потребительского рынка, наш краевой, уже проследит за всей этой серьезностью, чтобы все было качественно и хорошо. А что будут готовить? Какие номинации будут? Существует положение о конкурсе. Действительно, все серьезно. Не получится что-то там экспериментировать. Помню, что первый день – это горячее блюдо, салат и какой-то десерт именно от твоей команды, от твоего ресторана. И самое сложное – это черный ящик. Это сюрприз, когда открывается ящик, оттуда стоит ингредиент. Может быть, ты даже не был к этому готов. Один ингредиент или не что-то? Основа чего-то. То есть это может быть рыба, это может быть мясо, курица, это может быть какие-то фрукты, либо овощи. Нет, не один. Конечно, это какой-то такой набор для приготовления чего-либо-нибудь. Очень любопытно посмотреть на этот конкурс. Наверное, мало того, что будет вкусно, еще и красочно. Будет интересно. Да, у нас наши дальневосточные ребята, шеф-повара, кулинары, они все-таки, я считаю, креативные и молодцы. Потому что сколько раз уже проводили этот конкурс, ящик их не пугал черный никогда. И второй этап конкурса, а точнее наоборот, это будут первые дни конкурса, когда будет обучение мастер-класса. Кто будет учить чему и кого? Это отдельная история. Не буду пока озвучивать фамилии. Для многих это окажется сюрпризом. Сюрпризом, потому что мы все-таки действительно Дальний Восток. И вот слово «дальний» является ключевым, поэтому в данном случае нам не придется никому тратить деньги, лететь куда-то. То есть те же спикеры, Москва, Питер, берем Владивосток. И самое приятное, это все-таки собственники предприятия, это шеф-повара, это управляющие наших местных с вами ресторанов, наших тех ресторанов, которые нам любимы, обсуждаемы в социальных сетях. То есть вот ребята расскажут, как они это сделали. Многие вышли уже на международный уровень. Многие создали какие-то пакеты франчайзинговые. То есть мы выходим дальше, идем дальше. И это радует, что мы идем в ногу именно со всей российской элитой гостеприимства. Если рассматривать специфику общепита, то что нового можно привнести? Вот, например, приедут проводить мастер-классы из Москвы, шеф-повара и так далее. Вот чего у нас еще пока нет? Ну, с одной стороны, уже все придумано. Уже не существует, может быть, каких-то блюд, не существует каких-то ингредиентов. Хотя на самом деле каждый год уже по даже 2-3 сотни ингредиентов изобретается. Какие-то регистрируются дополнительные фрукты, какие-то овощи. И самое главное, ведь сейчас все заморочены на здоровой и правильной еде. Использование, то есть шеф-повара и кулинар в современном интерпретации, которую мы привыкли видеть уже последние годы, это не просто человек, умеющий готовить, это человек, знающий о продукте все. То есть это использование химии, сочетание с биологией и так далее. То есть необходимо учитывать необходимое количество калорий, необходимо учитывать... Сейчас мы все заморочены на какой-то белковой, протеиновой еде, которая позволяет держать тело в тонусе и так далее. Вот все это уже есть. И вот те мастер-классы, которые будут, они будут с использованием новейшего оборудования, которое существует. Все уже отходят от больших плит, тазиков и чего-то еще. Существуют различные вещи, от паракомитоматов до системы Сюит. То есть очень много. Не будем говорить обо всем, будем об этом говорить в течение трех дней и не устанем. А молекулярная кухня у нас есть? Да, конечно. Это полезная еда? Ну, молекулярная кухня, конечно же, это химия, с одной стороны. Но если правильно использовать, и количество ингредиентов использовать так, как это нужно делать, оно не вредно. То есть борщ в виде винограда, там, со вкусом какого-то другого еще фрукта, это очень интересно. У нас, к сожалению, пока еще это не сильно развито. Это связано с покупательской способностью, с чем-то там, с культурой, с чем-то еще. Но потихонечку это идет. Нет у отдельного ресторана, занимающегося чисто молекулярной кухней, но дополнительная страничка, дополнительные блюда, они есть уже во всех уважающих себе ресторанах. То есть где-нибудь можно попробовать и удивиться? Конечно, конечно. Вот на форуме узнаем. Наверное, мы еще не готовы. Мы пугаемся таких вещей. Да, конечно. Мы в последнее время, действительно, я уже сказал ранее, мы сильно заморочены на здоровой качественной еде. Мы уходим от всех вот этих вот игрулек и переходим просто к качественному мясу, к качественному выпечке. Конечно, конечно. Это говорит о выздоровлении нации и так далее. А если говорить про уровень обслуживания, вот как вы оцените? Ну, не стал бы говорить там о какой-то там десятибальной шкале и что-то еще, но уровень уже выше. И будет несколько мастер-классов, конкретно связанных с сервисом. То есть будет приноситься что-то новое. Существуют основы, которые необходимо использовать всем. Здесь уже вопрос культуры предпринимательской, желания и возможности предпринимателя, или именно вложения в сервис. Многие сейчас создают, если у тебя три более предприятия, создаются свои школы, свои классы именно по подготовке официантов или по подготовке поваров. Потому что лучшее сейчас образование в нашей отрасли, дополнительное, это все-таки своя школа. И продолжая эту тему, часто ли жалуются посетители и на что? Посетители ресторанов, кафе? Не скажу, что в Хабаровске они жалуются чаще, чем где-то еще. Очень многое зависит от настроения. Кстати, это тоже отдельная тема, где ресторатор обязан создать это настроение. Потому что поесть это просто. Все-таки бы хотелось еще получить какое-то культурное просвещение даже где-то. Потому что фоновая музыка, человек на входе, детские игровые комнаты, какое-то дополнительное сопровождение, какая-то, может быть, анимация. И сейчас очень модно, например, использовать какие-то культурные развлечения дополнительные. То есть это группы выступают, это какая-то, я уже говорил, анимация, использование каких-то культурных вещей дополнительных. Все это уже в Хабаровске есть. Осталось это отточить и выйти еще на высшее уровень. Вот и все. Если говорить про дальневосточные особенности, какие бы вы блюда популяризировали и продвигали бы в наших ресторанах? Хороший вопрос. Вот Игорь Бухаров, который будет, он входит в различные комиссии, в том числе и он, в принципе, такая неофициальная должность общественная, он отвечает за развитие гастрономической культуры в нашей стране. А у нас с вами уже даже на территории Хабаровского края есть гастрономические блюда, есть гастрономические продукты, которые мы обязаны популяризировать, чтобы туристы к нам ехали, чтобы они могли эту историю распространять уже на территории России и мира в целом. А, конечно же, это какие-то дикорусы, конечно же, это рыба, икра. То есть вот все, что есть на Дальнем Востоке, мы должны это использовать 100%. Но и не забывайте о том, что территория Хабаровского края включает в себя очень много национальных организаций, которые популяризируют еще свои кухни, кухни своих национальностей. Это тоже есть, это тоже развивается, различные программы существуют, и вряд ли что-то их уже остановит. Андрей, много лет мы пытаемся найти гастрономический бренд. Ну и как в поиске? Мы все на этом заморочены. У нас на самом деле все хорошо же и с мани величиями, и с амбициями. Да, мы можем говорить уже о каких-то брендах. Я говорил о том, что наши предприятия вышли на российский и международный уровень. Об этом будем говорить на форуме отдельно. И для начала мы должны распространять бренд вообще как Хабаровский край, есть такая даже государственная программа. И уже потом потихонечку спускаться к названиям ресторанов, к названиям блюд. Но все это есть. И я напомню, что фестиваль пройдет 25-го, 26-го, 27-го сентября. Три дня он будет длиться. Для участия в форуме не поздно ли подавать заявки и куда? Да, еще есть время. Я говорил о том, что если мы не сможем разместить всех, то по количеству заявок будем расширять стены, доставлять стулья и так далее. Телефончик 791-791, ссылочку на сайты мы приложим. Это restorator27.com. Это официальный сайт Комитета потребительского рынка, правительства Хабаровского края. И будет очень много информации в социальных сетях. Никто не пройдет мимо. А место проведения чьи стены расширять будем, если что? Да, это наш партнер, член Ассоциации рестораторов Хабаровского края. Это ресторан Эхо. Андрей, большое спасибо. Я думаю, мы обязательно с вами увидимся на столь аппетитном мероприятии. Спасибо вам. До свидания. До свидания.